МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 750 миллионов людей в мире не имеют доступа к питьевой воде. И тем, кто не знаком с проблемой, сложно представить всю катастрофичность ситуации. Какие меры предпринимаются для решения вопроса в разных странах? Какие зеленые проекты способны обеспечить доступ нуждающихся к питьевой воде? Смотрите подробнее в сегодняшнем выпуске. Во всем мире один человек из девяти не имеет доступа к чистой воде. 2,5 миллиарда людей к санитарии. В то время как у многих из них налажена мобильная связь. Дефицит воды возникает, а где-то усиливается, в результате изменения климата, роста населения и нерационального потребления ресурса. Как утверждают эксперты, проблема не обойдет стороной и Казахстан. Нерациональным потреблением мы уже осушили Аральское море, а пыль с его дна наблюдается даже в Америке. Эксперты посчитали, что в течение 10-20 лет произойдет резкий дефицит питьевой воды. Как вы знаете, уже во многих, допустим, странах, в Эмиратах и там прочее, все пользуются бутилированной питьевой водой. Со временем у нас в Казахстане мы относимся сейчас как-то, ну, так скажем, не очень бережное отношение к потреблению воды. Забываем включить кран, потребляем воду, чистим зубы, там вода бежит. То есть у нас идет именно о том, что надо именно относиться бережно к потреблению воды. Один из крупнейших производителей газированных напитков реализует программы глобальной поддержки водосбережения. Инициатива компании по восполнению дефицита воды позволила обеспечить миллионы африканских жителей столь ценным ресурсом. Их реальность такова, что там женщины и дети тратят около 6 часов в сутки только на добычу воды. После обеспечения их водой выросла школьная посещаемость в поселках, и дети проводят больше времени на занятиях. Мы смогли улучшить доступ к воде более чем 2 миллионов 800 тысяч человек в 38 из 55 стран Африки. Я думаю, что задуманное осуществляется благодаря широкому партнерству. По программе по пополнению Африки мы сотрудничаем с более 140 организациями во всех 38 африканских странах. Вместе с тем компания в рамках программы «Новый мир» выделяет гранты и на распространение водосберегающих технологий в Казахстане. Так, в Казалардинской области 75 тысяч долларов были направлены на оснащение рисовых полей водоочистительными каналами. В итоге очищено 42 гектара полей. Кроме того, 700 фермеров обучились новым технологиям и были закуплены лазерные устройства для земледелия. Мы здесь купили им лазерный планировщик. Для чего? Это было именно для того, чтобы провести лазерное выравнивание почвы. То есть к нулю привести. Поэтому не было в поле никаких перекосов, и вода равномерно ходилась. Это привело к тому, что до 25% снизилось потребление воды. И повышение урожайности от 10 до 15% это привело. Поэтому вот именно хотелось бы сказать, что такие технологии очень нам полезны. Общественная организация «Эко-Скулз» приобщает школьников к бережному отношению к природе. Движение поддерживают 51 тысяча учебных заведений в 67 странах мира. В том числе и британская школа в Казахстане. Представитель организации Эми Роу собрала команду единомышленников. Под ее руководством молодые ребята изучают причины экологических проблем и возможности их устранения реализуют ряд зеленых проектов. Для наших студентов эко-школа не просто внеклассное занятие, где они узнают о переработке отходов или учатся бережному отношению к природе. Это также развивает лидерские способности и умение работать в команде, так как мы взаимодействуем с другими эко-школами по всему миру. Я только направляю своих учеников, но все идеи исходят от них самих. Такое движение приводит к изменению отношения каждого к окружающей среде. Владислав Винтенбах подробно изучил способ добычи энергии от влажного газона. Как оказалось, процесс прорастания газона может создавать электродвижущую силу. Так, 5-7 квадратных метров газона могут обеспечить электроэнергией уличный светильник мощностью до 250 Вт. Если высеять газон на крыше здания, можно снабдить светом некоторые помещения. Принцип работы моего проекта можно объяснить намного проще с помощью эксперимента, который лежит в основе. Для него мне понадобились два катода. Один положительный, другой отрицательный. Они же пластинки. Одна медная, другая цинковая. Устанавливаем их в почву и двумя проводами соединяем с лампочкой. Параллельно начинаем высеивать газон и ежедневно осуществляем полив под солнечными лучами. С каждым днем свечение лампочки не только возникает, но и увеличивается. Реализовать такой проект вполне реально и недорого. Владислав также выяснил, что в Казахстане почва содержит количество щелочи и соли, достаточное для генерации энергии. И самое главное, технологию можно использовать не только на газоне, но и выращивая другие растения. В основе сложной на первый взгляд научной концепции лежат базовые принципы химии и биологии. Даже на начальных этапах прорастания газона в почву вырабатывается до 70% продуктов фотосинтеза, которые могут перерабатываться бактериями. В ходе переработки происходят химические реакции с участием растворов щелочи и солей, которые в изобилии содержатся в почве, особенно в казахстанской. Эти химические реакции вызывают сторонние силы, которые приводят к напряжению на клеммах и выработке электрического тока. Философия школы направлена на воспитание учеников к осознанному выбору экологичного образа жизни. Раздельный сбор мусора и знания об электросбережении – только основы. Весь учебный курс по бакалавриату в нашей школе основан на международном подходе. Мы рассматриваем, какие вещи можем предпринять в сохранении окружающей среды. На протяжении всего курса ребята изучают все эти аспекты. И молодые люди продолжат этот путь, ведь именно они являются голосом будущего. Нам необходимо работать с ними, и важно, что такие студенты, как Владислав, выражают свое мнение, потому что будущее зависит от них. Нам же следует помогать им реализовывать планы. В этом наша главная задача. Как часто мы задумываемся о своем экологическом следе. А ведь каждый из нас ежедневно, отапливая дом или передвигаясь на машине, приближает глобальное потепление. По некоторым подсчетам, один пассажир самолета расходует до 106 килограммов СО2 на 1000 километров. Атмосферный след от самолетов считается одним из самых опасных. Можно ли сделать полет экологичным? Этот вопрос подробно изучает ученик Иржан Албакиров. Я посчитал, что на сегодняшний день ежегодно самолеты выбрасывают 600 миллионов тонн диоксида углерода. Также самолет является источником глобального потепления. Потому что 2% всех выбросов углерода приходится на авиапромышленность. Решение этой проблемы, как по моему мнению и по моему замыслу, это будет использовать альтернативные источники энергии, такие как солнечные батареи. Также можем использовать двигатели с электроприводом, либо гибридные двигатели. И можно использовать термоядерные источники энергии. Люди очень много сталкиваются с тем, что у них стрессовая ситуация. И этот стресс – это все из-за шума. И шум, который производят самолеты, это очень сильно влияет на наш организм. Для того, чтобы уменьшать свой углеродный след, можно ежедневно менять привычки. К примеру, выбирать общественный транспорт или велосипеды вместо авто. Дальние расстояния лучше тоже пересекать на поездах, чем на самолетах. Нужно экономить воду и свет. Такие устойчивые шаги к будущему предпринимают и другие ученики НИШ. Многие их проекты заслуживают внимания компетентных лиц. Ежегодно в нашей школе стала традицией проводить защиту научных проектов. Ребята с большим удовольствием принимают участие в этих работах. Они весь год могут участвовать в практических экспериментах. Оборудование, предоставленное лаборантами нашей школы, позволяет им делать различные исследования. И данные исследования помогают им решать проблемы загрязнения окружающей среды. Будьте в курсе актуальных новостей зеленой экономики вместе с нашей программой. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин